Существует множество аргументов, чтобы приобрести, а еще лучше взять из приюта четвероногого друга. Ведь общение с животным снижает стресс, стимулирует к подвижному образу жизни и спасает от одиночества. А первым делом после покупки корма и прочих важных атрибутов должна стать регистрация. Животное необходимо в пятидневный срок зарегистрировать. Регистрация производится в жилищно-экспрессионной службе территориально в нашем городе. Выдается зоологический паспорт и жетон установленного образца. Автоматически животное ставится на оплату. Все необходимые документы оформляются в жилищно-экспрессионных службах. Ставка налога за содержание домашнего животного в многоквартирном жилом доме установлена в размере 0,3 базовой величины за обычную собаку, полторы базовых величины за породу потенциально опасные. И оплачивается она раз в квартал при оплате жилищно-коммунальных платежей. Кроме того, владельцы кошек и собак должны помнить о соблюдении санитарно-ветеринарных норм и правил содержания, обеспечивать безопасность окружающих и не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест. Хочется напомнить нашим владельцам домашних животных, что существуют определенные места для выгула. Это площадки, которые утверждены решением горосполкома. Необходимо строго соблюдать эти правила. По пути следования необходимо все, что натворит их домашнее животное, просто-напросто убрать. За нарушение правил содержания домашних животных, кодексом административных правонарушений предусмотрена административная ответственность. И нарушитель подвергается штрафу от 1 до 15 базовых величин. Животное на выгуле должно находиться на коротком поводке и в наморднике. Исключением являются маленькие щенки до 3 месяцев и декоративные собаки до 25 сантиметров в холке. Выгул собак потенциально опасной породы запрещено производить детям до 12 лет и лицам, находящимся в алкогольном опьянении. Все мы цивилизованные люди, и наша радость в виде питомца не должна стать проблемой для окружающих. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.